Александра когда-то всерьез занималась фигурным катанием. Стать профессионалом уже не мечтает, но коньки стали ее любимым зимним хобби. Как только наступает зима, Саша ждет открытия катков. Обычно проводит на льду практически каждый выходной. Но пока успела только наточить коньки. Я хочу уже очень сильно покататься. Коньки свои есть, но кататься не получается, так как почти все хоккейные коробки заняты, на них занимаются. В городском спорткомитете нам пояснили, что 12 муниципальных хоккейных коробок уже функционируют. Атлант, Искиф на Юрина, Коробка на Ленина и Шукшина. Правда пока там могут заниматься лишь ребята из спортивных секций. Всем остальным вход разрешен лишь в свободное от тренировок время. К тому же зима еще полностью не вступила в свои права. Температура довольно теплая, да и снега выпало пока мало. Коррективы в старт зимнего спортивного сезона вносит и пандемия. Все спортивные объекты, которые находятся в Горной Боровле, должны получить паспорт доступности, утвержденный, естественно, и Роспотребнадзором и Министерство спорта Алтайского края. Часть их уже имеют. Если имеют паспорт доступности, значит, все социально-педагогические мероприятия выполняются. Лыжи протирать не будут, но палочки протирать точно будут. К слову, это не мешает лыжникам-любителям посещать трассу здоровья и другие открытые площадки. Руководитель лыжной базы «Динамо» Борис Бибиков отмечает, что готов к лыжному сезону, но свой прокатный тур еще не начал. Также сетуют на погоду. «Каждый сезон начинается по-своему. Снег выпал, начинаем работать. В октябре выпал, с октября, в декабре, значит, с декабря. Ну, чтобы пошел рек-трак, это минимум сантиметров 15-20, это минимум. Вот, и он должен лечь хорошо, потому что если меньше снега, рек-трак траками просто поднимет песок наверх. И даже вот такой трассы не будет». Как нам стало известно, всего в Барнауле планируют запустить 75 площадок на открытом воздухе, среди которых 21 лыжная база и столько же ледяных катков. Скорее всего, цены на прокат лыж и коньков не изменятся, но конкретные цифры нам пока не назвали. Специалисты ждут снега и мороза, ну а наша героиня Александра в ближайшие выходные уже планирует покататься. Возле одного из известных торговых центров каток наконец-то залили. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком.